всем привет друзья меня зовут саша это канала вязание начинаю записывать свой влог и в общем начинают записывать давайте самого интересного наверное в общем я вам обещала когда у меня стукнуло 6 тысяч на канале что будет что-то интересное но я читать шляпа 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 все это дело пропустила тут и время что-то ушло потом и уехали туда-сюда и как-то как-то закрутил и завертелось в общем исправляюсь значит давайте розыгрыш устроим до чтобы вам интересно было от у тебя я очень хочу вас как-то отблагодарить единственно что всех прям сразу не смогу отблагодарить поэтому будем выбирать как-то рандомно давайте что дарю сначала а потом какие-то минимальные вообще моменты нет моменты типа условия значит первый это вот такая вот пряжа смотрите это такой толстячок пухлячок значит здесь 50 baby baby альпака 12 что-то там меринос 30 полиамид и 8 люрекс есть в общем помесь бульдога с носорогом в общем ниточка очень классно она достаточно мягкая и здесь 200 метров на 100 грамм то есть вязать естественно в одну нитку такой очень красивый стальной серебро значит это можно связать полноценный кардиган как раз сейчас у нас время когда можно потихоньку готовиться к какому-то прохладному времени поэтому общем то вот это вот пряжа будет мне кажется прекрасным дополнением спицы четверка минимальная пятерка шестерка семерка ну короче любые вообще ваши фантазии ажур классно это пряжа смотрится я видела образец вот ну в общем то мне очень понравилась эта пряжа поэтому в общем то хочу кому-то из вас ее подарить значит ну вот мне почему-то она видится в кардигане знаете каком-то таком уютном ну и здесь в районе 400 грамм поэтому ну хватит на достаточно приличный кардиган она не тяжелая за счет того что здесь альпака альпака мы знаем с вами достаточно легенькая так это первые до 1 лот вот и соответственно еще вот такая вот история у меня есть значит вот так чуть поближе значит здесь в районе 150 грамм здесь у нас baby верблюжонок меринос кашемир там есть как типа 5 или 6 процентов вот и по моему 10 процентов полиамида вот такая очень легенькая смысле по весу пушистенькая ниточка да и она после стирки неплохо так раскрывается поэтому соответственно здесь метраж по моему что-то тысяча метров если я не ошибаюсь у меня просто бумажечка затерялась но вот так вот по памяти что тут вообще смесь и классных таких пряж но и очень такой благородный бежевый цвет он мне кажется на ну всем подходит в общем это могут быть какие-то аксессуары да очень будет классно на варежки на перчатки даже на носочки пожалуйста возможно жилет какой-то да то есть на плечевое ну может быть есть только детская будет точно достаточно но на взрослой я думаю что нет наверно не уложитесь но если это будет жилет какой-то да или может быть crop джемпер тоже сейчас очень актуально ну вот в общем такое что-то небольшой или опять же там шапка снут перчатки варежки вообще будет просто супер капор тоже я знаю многие из этой пряжи вязали вот в общем это все поедет скорее всего в две руки ну то есть короче серая поедет кому-то одному и вот это вот поедет кому-то другому а значит смотрите что он надо сделать все просто на самом-то деле особо ты ничего не надо делать нужно естественно быть подписчиком моего канала это обязательное условие нужно жмякнуть сердечко этому видео для того чтобы в общем-то она продвигалась и как можно больше людей папа попытали свою удачу да и ну возможно кому-то не возможно кому-то точно улыбнется удача двум человеком я решила не одного а два в этот раз прошлый раз было один а в общем что нужно написать в комментариях какой-то как сказать не должен был интересный случай но вообще какой-то интересный момент с пряжей то есть и либо как например ваш вас пряжа там удивила или может быть как-то например наоборот разочаровала может быть какая-то пряжа вообще повела себя знаете непонятно там каким-то образом или просто курьезный случай который произошел при покупке пряжи или при там не знаю привязание ну короче что-то прикольное то что вот с вами происходило естественно это все связано с пряжей потому что мы с вами вяжем да и вот мне очень интересно потому что у меня таких случаев на самом деле много и при покупках и при вязании и при вообще там да ну короче с пряжей при работе с пряжей вот поэтому хочу послушать вас мне всегда интересно с вами поболтать какую-то получить обратную связь давайте друг другу узнаем получше вы мне напишите комментарии я естественно все прочитаю я читаю все комментарии вот и соответственно потом я может быть какое-нибудь отдельное видео сниму расскажу какие-то свои курьезные случаи я их повспоминаю и вам с удовольствием расскажу вот поэтому собственно говоря вот эти три всего лишь условия добыть подписчиком поставить сердечко этому видео и написать комментарии вот какой-то прикольные случаи связанные с пряжей или курьезный или странный или еще какой-нибудь в общем связанный с пряжей вот ну как бы знаете истории из разряда типа я купила пряжу ла-ла-ла это должен быть действительно что-то интересное да то что вам запомнилось вот при покупке или при работе ну или там что-то такое вот буду ждать ваших историй ваших прикольных каких-то моментов буду читать удовольствие может даже с мужем будем читать потому что в общем то ему тоже всегда интересно взять такие темы в общем то вот так что давайте будем с болтать разговаривать и где-нибудь этот влог и я думаю что наверное может быть или через нужны следующем влоге или через блок ну короче я подумал может быть через неделю где-то посмотрим чтобы было время написать побольше истории соответственно побольше людей поучаствовала ну потому что опять же кому-то возможно да кто-то кто-то участвует я например часто участвую в часто участвую во всяких розыгрышах не потому что я очень прям хочу выиграть выиграть а мне хочется поддержать человека и какие-то такие темы прикольные что я вот ну как это не ради победы да вот возможно кому-то действительно там понравилась пряжа и кто-то хочет именно пряжу да возможно кто-то просто участвует ради ради интереса и так далее так что ну давайте в общем сделаем активным этот розыгрыш мне на самом деле будет очень интересно почитать ваши истории так что все в общем ладно я не ставила штатив у меня отваливается рука если честно это конечно очень важная информация но тем не менее так что буду отключаться я сейчас вижу свою футболку майку не знаю как обозвать зеленого цвета и у меня сейчас на спице чтобы вы понимали 500 ой 500 600 или 668 петель или 686 я вот магия цифр этих я не очень помню так что вот пошла вязать потому что мне надо в идеале эту футболку успеть к четвергу потому что в четверг мы пойдем на фотосессию если ничего не поменяется я бы очень хотела во первых не пофоткаться и отводкать ее просто ну там для инстаграма для каких-то фотографий красивых атмосферный для контента заканчиваю болтать и погнала я вязать и и и и и и и и всем привет ну что у нас сегодня уже вторник насколько я помню в общем очень сложно как-то войти в рабочий ритм прошу прощения у меня что микрофон перекрутился значит сложно войти в рабочий ритм но я стараюсь но как это сказать если я не снимаю это не значит что я не вижу я надеюсь в это прекрасно понимаете в общем что вот она моя маячонка значит и я сейчас на стадии закрытии петель по низу на самом деле скажу вам что это конечно то еще веселая работка я закрываю айкордом на получается 2 сколько-то 2 3 петли не помню наверное на 2 петли все точки на 3 на 3 петли получается вот пока что он вот так вот закручивается но принципе мне даже уже на таком этапе нравится то есть вот я по закрывала но и соответственно еще мне предстоит еще много всего закрыть на самом-то деле вот такой вот вот такой вот хвост огромный на самом-то деле она в общем в общей сложности я не помню говорила вам не говорила что здесь было почти 700 петель 600 по моему 85 или 686 что такое или 668 но в общем короче немалое количество и честно говоря во первых пока я отвязала вот этот вот кусок у меня есть честно очень сильно болела левая рука прям она знаете так у меня давно так руку не сводила я так понимаю потому что тоненькие спицы и ну достаточно большой объем то есть одно дело когда ты вяжешь вот так а другое дело когда ты вяжешь вот так принципе особой разницы нету но сам так что мои руки почему-то очень сильно уставали вот но еще в общем я надеюсь что сейчас я сниму этот кусочек сяду быстренько конечно не получится но по крайней мере я уже большую часть сделала вот ну и конечно меня это очень радует мне нравится что получается в принципе сейчас надеюсь что она хорошо сядет я принципе уже мерила вот оно достаточно классно так садится я давно хотела такую майку именно чтобы она была знаете такая ну как бы девочковая но не до конца это был не супер девчачий цвет какой-то да еще мне останутся вот здесь вот сделать рукавчики на рукавчики будут не длинные то есть они будут где-то вот такие вот наверно то есть здесь поднять ну все петли до соответственно провязать подрез его чуть-чуть чуть-чуть сделать ну и я буду просто его закрывать вот таким вот айкордом то есть он не будет с рюшей ну потому что мне кажется что это будет перебор то будет такое как этот тортик небольшой если сделать еще и здесь арюши вот прошу прощения что-то очень какой-то синий цвет но смысле свет цвет да он не такой на самом деле это серый это более зеленый но почему-то камер так передает вот поэтому соответственно что это мой сейчас самый как это сказать самый основной то есть я сейчас ничего не вижу так что мне надо успеть если погода нас не подведет у нас завтра в четверг точнее послезавтра или сегодня среда я запуталась ладно неважно в общем в четверг у нас планируется фотосессия если все конечно пойдет нормально и по плану и погода нас не сильно подведет поэтому я хочу в этой маечке пофоткаться я не помню карелы не говорила ну вот так что все я тогда буду отключаться вот пойду доделаю ту рюшу хрюшу потому что она конечно очень не нравится но еще бы она сама закрывалась вообще объятий не было все я надеюсь что я сегодня как минимум закрою вот эту вот штуку начну вязать рукава в идеале вообще их закончил но и все и тогда постираю чтобы она все успела высохнуть и тогда приступлю к следующим процессом тоже на самом деле у меня в голове куча процессов плюс я тут перебирала детские вещи поняла что мы повырастали со всех шапок поэтому у меня сейчас будет мне кажется марафон просто знаете как это можно его как-нибудь обозвать интересно мне надо навязать шапки ребенку и тонкие и толстые и осенние и зимние до чтобы потом не бежать непонятно куда вот в общем ладно меня слушайте бесит этот ужасный какие руки в общем буду я отключаться потому что странный цвет какой-то и свет все тогда до следующего включения ну что всем привет в общем закончила я сие чудо вот так это выглядит пока конечно это все закручивается низ закручивается рукава закручиваются но сказать что я довольно ничего не сказать она классно села у меня к шучу модная вешалка прошу прощения какая была в общем короче я прям очень 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 при очень довольна вот это вот рюша мне прям очень нравится она такая классная как я и хотела знаете не куцая когда как будто пряжи не хватило такая в общем короче большая арюша но я такую хотела чтобы она была прям такая супер-супер-супер большая так что все сейчас пойду взвешиваю пойду постираю ну потому что по идее завтра нам не понадобится очень-очень а всем привет на что носочки в общем готовы я их связала вот ну вчера конечно так и не получилось у нас съездить пофоткаться потому что погода внесла свои корректиры коррективы но ничего страшного на следующей неделе отфоткаем вот такие носочки получились они абсолютно не одинаковые ну и ладненько я и как бы не задумывала их одинаковыми но мне очень понравилась эта пряжа это кальзина аня павлова мне дарила если вы слышите какие-то звуки это мой малыш тут рядышком своими важными министерскими делами занимается так вот так вязала на двоечке 60 петель все в общем-то как положено но они какие-то это очень аккуратненькие получились я прям очень очень довольна ну вот так что но и цвета конечно вы я думаю видите что это мои любимые цвета так значит вот такая вот у меня готовая работа маечку я вам чуть попозже покажу хочу ее отфотографировать так вот смотрите вот такие вот образцы цвет конечно но достаточно сложно передать он у вас такой наверное чуть более блеклый он на самом деле поярче такой более фиолетовый очень красивый в общем я думаю что вы видите что здесь смесь всего чего только можно здесь вот эти вот тоненькие ниточки это три ниточки кашемира стопроцентного но гребеного не кардного и вот эти вот две ниточки это стопроцентный меринос экстра файн но он так хорошо раскрылся что просто невероятно не знаю будет вам видно не будет в общем это будущий свитер точнее джемпер моему брату вот мы с ним обсудили все нюансы и и вот если вы видите очень классный меланж получился сама ниточка меланжевая мериносовая еще плюс вот этот вот такой бордовый темный до кашемир он ну вот я думаю что вы видите этот более фиолетовый до мериносик этот более такой бордовый бордово я даже не знаю бордового фиолетовый наверное фиалковый какой-то ну вот но в общем не очень прям нравится полотно во первых она такое классное плюс она после стирки раскрылась сейчас попробую вам показать пушок если будет виден то есть он такой очень низкий деликатный но он знаете ну прям как будто бы здесь кашемир такой я бы сказала этот кардный вот но и меринос конечно очень классно раскрылся мне вот чем-то напомнила я видела из недавних своих покупок кент до меринос вот он примерно очень очень похожий вот так что я буду вязать соответственно тут получается 5 нити до 2 такие три такие ну кашемир стопроцентный это кориаджи я не помню там артикул как и называется но он тоненький он то ли 4000 то ли что там три с копейками реально тонючка вот и соответственно вот этот он 1400 это какой-то ноу-нейм честно говоря не знаю покупала еще в примарио когда они еще работали ну так что мне очень нравится я вязала получается на четверки на четверки которые это один который такие пупырка пупырками забыла не помню ладно в общем короче на красный лет лески с пупырками но честно не могу я как-то разделить все общего восторга то ли пряжа не такая то ли я не приноровилась но если честно как-то так спицы и спицы ничего особенного вот а уже вот этот вот образец я взял на троечки но резинка понятно мне нужно чтобы она была резиновая но и вот здесь конечно троечка все-таки забитая мне хочется чуть больше размаха крыла плюс я думаю что он будет раскрывать поэтому буду вязать либо на 375 либо на 4 обычные чакушки ну как бы без этих всяких нововведений ну не знаю может быть просто хотя пряжа ну как бы самое что ни на есть но посмотрим посмотрим возможно что просто я не приноровилась но ну вот жалко конечно что камера не передает сейчас подождите на фоне белой стены попробую в общем не знаю будет вам видно не будет но вообще честно говоря ну вот для меня как я вижу глазами это конечно восторг просто очень нежное полотно и жгурю после стирки она такой классный я стирала как он там элкалан но мне понравилось принципе я не могу сказать что это просто знаете панацея от севой надо ну как бы он не дешевый я бы сказал что фрош которым я пользовалась просто сейчас не могу найти его он ну примерно такое же по качеству вот и пахнет вкуснее ну посмотрим посмотрим в общем короче вот такой вот процесс будет у меня в скором времени ну и соответственно сейчас буду довязывать свой голубой кардиган несвоя на заказ я могу чуть чуть попозже покажу всем привет друзья я тут прячусь в тенечке извините что я в очках но без очков честно говоря очень сложно хоть вроде и не самое яркое солнце но у нас сейчас обед где-то в районе половины второго мы немножко гуляем и пойдем сейчас отдыхать вот у нас сегодня пятница так что я буду заканчивать потихоньку свой блог чтобы завтра с утра он вышел в общем что из новостей хотела сказать маечку которую я вязала в рамках проекта что там без рукавов я отдала маме потому что она и очень хорошо и я подумала что ну как бы я маме не вижу не потому что она не любит а потому что ей все время жарко это жарко то колется то еще что-то это маечка и понравилось поэтому в общем то я очень рада что она будет ее носить извините техническая пауза вот в общем поэтому я очень довольна что наконец-то и мама моя стала в вязаной одежде моей ходить моего производства а вот ну соответственно что еще по новостям обзору всей моей пряжи быть извините просто показывают какие-то камни там все остальное в общем обзору пряжи быть все мои запасы но если надо только собраться с мыслями какую-то механику выработать потому что честно говоря не знаю как это лучше все сделать чтобы это было ну как-то продуктивно и понятно ну вот значит что еще я хотела сказать я на этой неделе большая молодец я закончила зеленую майку я мое надеюсь покажу носки я закончила вот связала образцы наверное ветер сейчас будет сильно я уже заканчиваю образцы и продолжила вязать голубой кардиган для моей клиентки на заказ вот очень-очень довольна и прям жду уже когда приступлю к шапкам если честно сейчас только буду смотреть из чего я буду вязать потому что как я уже говорила я ребенку я уже в каждом включении это говорю но я реально очень соскучилась по шапкам а ну и соответственно образец что я вам показывала фиолетовый буду начинать брату свитер джемпер да для того чтобы ну потому что работа большая xl по моему размер у него обход груди 112 я не знаю это какой размер извините меня зовут поэтому давайте буду я заканчивать в общем спасибо большое что посмотрели это видео надеюсь что вам было интересно и полезно пишите ваши комментарии какие-то вопросы пояснения пометки и так далее тому подобное поболтаем с вами все обсудим ну все ладно я с вами прощаюсь говорю вам огромное спасибо за ваше время за ваше внимание за ваши вообще любые отзывы и какие-то добрые слова это очень важно так что все всем хороших выходных пока пока и так про голубой проект я вам рассказывала про вот этот в смысле имела ввиду вот этот да он у меня достаточно долго пролежал в проектные сумки поэтому такое слегка помятый и вот вы видите я думаю что границу а вот этого часть это постирана это вот про то что я говорила в предыдущем видео болталки до отвечала на вопросы что я здесь пересняла на ниточку и вот эту часть постирала то есть видите она уже такая раскрывшиеся и даже по цвету они хорошенечко отличаются а вот поэтому соответственно я сейчас продолжаю вязать значит это пряжа линсием и чего-то то там здесь 90 процентов меринос и 10 процентов кашемир вот кашемир здесь виден ну и чувствуется так на ощупь ну и вообще пряжа в принципе неплохая я вижу на четверке точнее у меня одна петля 1 спица 4 2 375 375 стоит вот с этой стороны когда я вижу изнанку я получается вижу на 375 но мне так полотно просто нравится больше все равно конечно рядность рядность есть но она не такая большая как было бы если бы 4 4 вот ну соответственно только начала а значит я думала сразу же вязать цель на как она там цель на вязаная планка но потом что передумала решила что для большей стабильности потому что это пряжа так ну хорошенечко растягивается в плане того что она ну такая очень эластичная я бы сказала что ее в какую сторону потянешь такую сторону она и растягивается вот ну и соответственно сейчас я вам дайте хочу показать ну вот смотрите вот здесь не знаю будет видно не будет в общем вот это вот две ниточки это постиранная вот это вот ниточка это до стирки до вто ну как бы глазом видно на камере может быть не очень вот это чуть-чуть пушисте но она так хорошенечко раскрывается становится потолще и такая очень нежная пушочек выбивается но вот в принципе вот здесь вот я думаю что видно хорошо вот так что вот это вот мой проект я думаю что он будет сейчас у меня номер один я его свяжу закончу отдам своей клиентке потому что но неизвестно какая у нас будет погода на понятно что это такой достаточно теплый кардиган но в принципе если на какую-то майку то я думаю что его можно будет и там и в августе надеть если вдруг пойдет да не очень хорошая погода так это вот этот вот проект значит и вот я про вот эти спицы говорила нового я забыла как это слово ну короче как то вот на данный момент они менее впечатлили спицы и спицы но у меня как-то про как это называется вот здесь у застревала пряжа на этих желобочках до которые вроде как должны быть ну как-то помогать да ну по крайней мере вот может быть просто надо нитку такую потолще взять которая одна потому что у меня опять ниточек я вязала что я вязала я вязала сейчас дайте-ка минуточку 3 вот ваш вот эту вот я вязала здесь получается 5 ниточек намешано 2 мериноса и сколько и 3 кашемира вот видите как прикольно смотрится такой меланжик очень красивый но все равно цвет немножко не такой у вас он отдает в бордовый а он больше такой баклажановый наверное так его называть можно ну вот в общем то у меня сейчас все практически идет с кашемиром но смысле какой-то состав минимальный есть но и это меня в общем-то очень сильно радует вот и ну соответственно буду сейчас связать вот этот вот активненько впереди выходные посмотрим что как я продвинусь сейчас вот специально повешу маркер потом вам покажу там понедельник во вторник когда буду подключаться дальше будете смотреть про наш минский зоопарк находили всей семьей первый раз ребенок наш был в зоопарке но на самом деле наверно он пока еще маловато не особо конечно восторг у него это вызвало но тем не менее было на что посмотреть а вот есть разные звери я конечно не могу сказать да что он может там соревноваться с европейскими зоопарками но тем не менее все равно если например вы живете где-то не в минске и мед в беларуси то можно приехать до привести ребенка чтобы он посмотрел ну там ни одного ребенка на самом деле очень милые животные разные да то есть по разным секторам разделено и скажем так это интересно потому что не устаешь то есть не друг за другом они идут ты можешь выбрать там или там например а где живут рыбы или где живут какие-то змеи ящерицы и так далее либо там львы и либо обезьяны ну то есть на самом деле это достаточно интересно поэтому давайте вот немножечко нарезка то что мы видели что мы смотрели поэтому в общем-то зоопарка рекомендую то есть Субтитры сделал DimaTorzok